Хай, ребята! С вами Супергирчик, и сегодня мы побываем в Казани, а точнее в деревне Универсиады. Посмотрим, что там есть, чем там питаются и как там живут. Полетели! Поволжские, государственные... Что там? Университет физической культуры и спорта, да? Неплохое место для отдыха. Фух, еле как мы приехали, еле как заселились. Очереди здесь нету практически. Здесь все сделано очень масштабно, то есть вот, смотрите, это как аэропорт, почти что. Я бы так назвал это место. Здесь очень много комплексов, корпусов, здание многоэтажное, не просто один этаж. Вот даже макет здесь есть. Жилой блок, видимо. Кошмар, я просто содрогаюсь перед размерами таких больших зданий. Свой магазинчик для студентов есть. Ммм, планшетик неплохо. Фух, первый день еще не прошел. Уже столько событий. В общем, мы искали. Искали столовую, мы ходили там. Вот. Почти всю территорию обошли. Столовую найти не смогли. Нашли буфет. Буфет, конечно, не совсем круглосуточный. Он вроде закрывается. 22. Где-то я это видел. Буфет мы нашли. Оказалось, что столовая... Столовая в самом главном здании. То есть вот здесь. Нормально, да? Вообще. То есть мы ходили где-то там за километр, да? А здесь оно все находится практически около самого входа. Ладно. На этом история одна закончилась. Началась другая история. У меня только обычный калькулятор есть. Мне нужно было, чтобы у меня был хороший калькулятор. С тригонометрическими всякими свойствами, логарифмами. Что я сделал? Я пошел в магазин. Купил калькулятор. Посмотрим, посмотрим, насколько хороший калькулятор. После Олимпиады я, скорее всего, его верну. Если он мне не понравится. Если понравится, то оставлю себе. Какие еще приключения были? Столовая кормит. Первое, второе на обед дают. Потом там десерт, печенье дали такую. Или коржик, я не знаю, как правильно. Компотик дали. И яблоко еще. Салатик. Кстати, самое главное. Салатик. Тут прям путешествие. И да, там выбор есть. Можно выбирать либо одно блюдо, либо другое. Выбор небольшой. То есть, один суп или другой суп. Макароны или гречка. Но выбор есть. Знаете, это иллюзия выбора. Кстати, я пошел не туда. Потому что я заговорился на камеру. Мне это интересно рассказать вам. Вот 30-й корпус. 30-й, я не знаю, блок. Здесь мы живем. Здесь прям куча таких блоков. Они бесконечно повторяются. Все одинаковые на вид. А внутри тоже одинаковые. Только люди разные живут. Недалеко есть торговый центр, поликлиника. Отдел какой-то полиции. Охраняется территория очень хорошо. Регистрация была не слишком долгой. Но для меня, как для человека, который записался слишком поздно, это немножко продлилось. Но проблем не было. Здесь проживание 750 рублей. И еще там получается 900 рублей питания в один день. Мне питание оплачивать не надо. Это пустырь, как оказалось впоследствии. Площадь деревни Универсиады. Вот логично, что здесь вход. Но нет, здесь закрыто. Это обманка. Там следующий. Заходим в здание. Если вы впервые здесь, то нужно пройти на регистрацию. Там вас заселят. Скажут, какой номер здания. Ну, вернее, комнаты. И вы возьмете ключи. И зайдете. Здесь лифт есть. Главное, вот туда телефон не уронить. И все будет хорошо. Ждем, едем. Приехали. Коридоры, но везде. И здесь, и там люди. Везде. В комнатах жарко. Ну, вы не смотрите, что я в куртке. Я сейчас разденусь. Э, ты что снимаешь? Обзор на комнату. Поехали. Итак, здесь нам ключи дают на вахте. Мы берем ключ. И уже потом заходим в комнату. Холодильник есть. Шкафчики. Тут можно даже еду готовить, наверное, как-то. Если... Ну, в общем, столик есть. Можно его использовать. Ванная. Все хорошо. Вот. Здесь у нас тоже много шкафчиков. Удобно. Хорошо. Все отлично. И что? Сейф. Самое главное. Сейф. Здесь есть сейф. Рабочий, наверное. Наверное, рабочий. Я не знаю. Кондиционер мы включать не пробовали. Вышел погулять. Сейчас посмотрим окрестности. Что здесь есть. Вечерняя прогулка. Самое то. Здесь специально есть улица. Аллея. Называйте, как хотите. Но гулять тут прикольно. Правда, минус этой пешеходной улицы в том, что здесь снег. То есть, снег и вот снег. И здесь не походишь. Ну, по бокам можно походить. На первый взгляд, площадь этой деревни, универсиады, казалась большей. Но она не такая уж и большая. То есть, дойти до краев можно. Сейчас вот в этих жилых домах живут, веселятся. Не знаю, что делают еще олимпиадники. И здесь проводят не только олимпиады, конкурсы всякие. Единые игры какие-то. Я вот видел недавно плакат. И значит, здесь учатся студенты. Ну, вернее, живут студенты. У них здесь как общежитие такое. Общежитие неплохое. Ну, как неплохое. Общежитие хорошее. Еще хотелось бы сказать насчет питания. Питание здесь... Ну, не знаю почему. Мне почему-то в Дуслуке показалось, что как бы повкуснее, что ли. Ну, не знаю. Тут у каждого свой выбор. Здесь, может, мне просто не понравилась какая-то определенная пища. Не знаю. Но в целом, в целом, да, здесь намного больше дают. Здесь сытым все время ходишь. Никогда жрать не хочется. Ну, вечером, может, бывает иногда. Но это так. Тот самый платный буфет нам не пригождался. Здесь плотно кормят. Все нормально. Не бойтесь. Выживите. А, и вот сейчас помнил. Там был перец в таком бумажном пакетике одноразовый. Это просто ужасный перец. Я не знаю, может, кому-то такой нравится. Но мне кажется, этот перец был с камнями. Я его кушал и чуть не задыхался. Перец какой-то с песком. Сейчас как раз такой момент, когда пусто. Мало, в принципе, народу. Потому что все съехали. Съехали все, потому что у студентов каникулы. Они отдыхают. А мы работаем. А мы ботаем. Вот. Ну, а завтра у нас теоретический этап Олимпиады. Здесь я уже не знаю, что будет. Будет, наверное, непросто. Более 30 корпусов, как я понимаю. Почему? Потому что мы живем в 30-м корпусе. А тут еще есть много. Кошмар. Вот там самое главное здание. Где столовая. Где регистрация. Где все, все круто. А еще нам, как участникам Олимпиады, выдали вот такие вот штучки. Здесь написано. Участник СОЖ. Чтобы нас пропускали в то главное здание. А-а-а. Ну, конечно. Как же без спортплощадки. Спортплощадка есть везде. Она нас преследует. Просто походим. Посмотрим. Вот так у нас выглядит. Пешеходная, значит, улица. Может и не пешеходная. Вот это точно пешеходная. Забираемся наверх. Здесь сеткой поле какое-то. Здесь тоже какое-то поле. Можно заниматься спортом. Все. Будем силачами, спортсменами. Правда, тут что-то как-то заброшено все. Но я думаю, это просто потому что зима сейчас. И людей мало. Вот мы и дошли до границы. Все. Дальше пути нет. Все. Это конец. Забор. Все дома практически одинаковые. А может и не практически. Может они реально одинаковые. Здесь тоже почти никто не живет. А может и никто не живет. Лампочки только в коридорах горят. Все пусто вообще. Пару только зданий занято. Вот здесь вроде живут. Тут пустая площадка. Что-то здесь должно было быть. Но видимо не хватило денег. Ну я не знаю. Я просто шучу. На самом деле это та самая площадь. А там все-таки похоже живут студенты. Почему? Мы там потому что прохожих. Спрашивали, где столовая находится. А они нам все на буфет и на буфет показывают. Хотя столовая там. А мы пошли вот туда. Ну логично, да? Почти все обошли. Столовую никак не могли найти. Здесь интересные места есть. Это здание администрации, я так понимаю. Там что-то типа про Чичный. Еще я видел какой-то ремонтный сервис. Туда сейчас и направимся мы. Здравпункт. Здесь целое здание есть. Рядом поликлиника, торговый центр. Туда можно сходить, купить калькулятор для решения задач, как я это сделал. А вот здесь огромное здание. Здесь похоже студенты живут. Их так много. Вокруг. Ну а тут особо не поболтаешь. Здесь люди ходят. Здесь студенты, похоже. Все-таки есть они. Может, я ошибся. Ну, например, заграничные студенты сюда приезжают. Здесь учатся. Почему? Потому что удобно. А, я нашел. Ура. Первое здание. Хотя я живу в 30-м. Ну, главное вернуться. Здесь просто дома одинаковые. И лучше ориентироваться иногда по номерам. Здесь есть несколько выходов. То есть, эта территория вся забором ограждена. Огорожена или огражена. И выпускают. Там люди стоят. На входе охрана. Всякие шлагбаумы. Другие веселые штучки. А здесь, видимо, какая-то площадь. Флаги. Или флаги. И статуя. WorldSkills вроде. Какой-то WorldSkills. Где-то я на нем уже был в каком-то году. Давно это было. Но было. Короче, вот. Универсиада. Деревня Универсиады. В принципе, вот там уже город. То есть, это не на краю города. Оно примерно при въезде, недалеко, возле больницы РКБ. Не так далеко там. И здесь вот такая вот деревня. Хотя на деревню-то не похоже. Скорее, городок. Особенное здание. Соединенный жилой блок с каким-то зданием. А тут какой-то полусломанный телевизор. Что-то он тут показывает. Ну, издалека, конечно, этот телевизор прикольно выглядит. Выглядит прикольно, но бесполезно. Все, сейчас иду на ужин. Буду обжираться, объедаться. На самом деле, я живу не так далеко. Просто я вот гулял тут так немножко. Мы здесь уже были. Не понял. Ну, ладно. Надеюсь, не забудемся. А вот осталось еще одно место, где я не был. Правда, там ничего интересного вроде как бы и нету. Просто забор. Надеюсь, меня никто не будет там ловить охраной или еще что-то, если я буду идти вдоль забора. Ну, похоже, ничего интересного. Тут какие-то обходные пути. Тут, видимо, так ходят по тропинкам. Как я, например, сейчас с камерой. Какие-то спортивные здания здесь. Еще один выход. Правда, он, кажется, закрыт. Да, возле забора ничего интересного. У вас, наверное, такое ощущение, что меня здесь закрыли. Я сейчас ищу, как же мне сбежать, да? По всем воротам, осматриваясь, все здания смотрю, да? Вы, наверное, так думаете? Не, ничего подобного. Здесь мне хорошо. Хорошо, но иногда скучно. Надо гулять тоже. Здесь же темно. Надо сделать видео в жанре хоррор. Так, типа, иду, иду, иду. А там бах и трактор. Трактор! Мишка Фредди! Мишка Фредди! Рука замерзла. Где выход? Помогите, меня преследуют. Вот то самое поле. Это, оказывается, что-то типа... Кошмар, блин. Капец, я сейчас испугался. Капец. Я обосрался. Я думал, это деревья. Смотрю, а тут лицо. Тут еще луна же так светит. Капец. Я сейчас серьезно обосрался. Ладно. Это что это у нас? Это у нас... Ага. Это что-то у нас железное. В виде лица. А я сначала увидел здесь дерево со своим плохим зрением. Посидеть, отдохнуть. Крутое место для отдыха. Но все-таки возле забора, вернее вдоль забора, интересного я не нашел. Ну и, конечно, пяти дней я не думаю, что хватит, чтобы здесь посмотреть все. Ну, конкретно в здании. В том большом... Я даже не знаю, сколько там этажей зданий. Знаете, вот в играх же есть какое-то здание, до которого идешь-идешь, а оно не становится ближе. Ну, так вот, здесь это не работает. Оно приближается. Всего на Олимпиаде участвует где-то 190 детей разных классов. С 7 по 11. Ну, там по 40 человек примерно. По 30. И, похоже, все как-то уместились в одном или в двух блоках. Кстати, трансформатор крутой. А, ну здесь даже лампочек нет. Здесь, видимо, тоже пусто. Вот. Все. Прямо сейчас мы заходим в школу, в которую будем делать Олимпиаду. Экспериментальный этап Олимпиады. Там у нас дают приборы, и мы что-то должны с ними сделать. Вот школа. Вот буквально прямо сейчас начнется Олимпиада. Время уже подходит. 8.30 почти. Только что вышел с эпиляции, только что вышел с показа работ. У меня 17.5 и 40. Я думаю, у меня будет 10. Повезло. Уф, давайте расскажем, что там было на экспериментальном этапе Олимпиады. Нам выдали коробку. Выдали мультиметр. И давай я тыкаю, 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 измеряю эти напряжения. Фу, блин, какие напряжения, сопротивление. Ну, что-то там нашел. 6 баллов мне за это задание дали. Очень смешно, потому что это странно. Ну, хотя я действительно там что-то делал. У меня даже уравнение получилось, которое должно получиться. Но решить я его не смог. А дальше второе задание. Ну, вернее, мы сначала делали второе, а потом делали первое. То есть у нас порядок другой. И вот, во втором задании, которое под номером 1, у нас два шприца на столе и колбочка, такая трубочка. И мы должны определить внутренний объем этой трубки. Ну, что, я там эксперименты всякие делал, делал. Какую-то зависимость нашел, графики построил. Что-то у меня получилось, но ответ не сошелся. Хотя все формулы, все должно было подходить. Это, скорее всего, произошло так, из-за того, что я там в одном месте не подумал, что силы трения могут быть разные у шприцов в разных их местах. То есть в разных местах измерения. И все вроде было хорошо, но ответ не совпал. За графики мне баллы поставили. Это очень даже неплохо. И в итоге у меня 17,5 баллов за весь экспериментальный этап Олимпиады. Ну, конечно, это немного, но все же пойдет. Потом был теоретический этап Олимпиады. Ну, там ничего такого интересного для вас. Зато баллов у меня там было побольше. А вот интересный факт. Этого человека зовут Заяц. Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Ну, вот и всегда приходит момент, когда уже нужно прощаться. Парковка, можно сказать. Вот наш домик. Домик? Да. В следующем году встретимся. Это Кубок Сексид. Скоро будем здесь через год. Вот такие приключения нас ожидали в деревне Универсиады в Казани. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии. А всем гудбай! Субтитры сделал DimaTorzok